Для меня большая честь сегодня находиться здесь с вами, вместе с президентом Медведевым. Мы после наших первых встреч в Лондоне и после дискуссий наших в Москве. Президент Медведев действительно многое сделал для прогресса в отношениях между нашими странами. И тот факт, что у него есть опыт в бизнесе, в частном секторе, безусловно, делает его очень важным союзником в наших усилиях по улучшению коммерческих связей между нашими странами. Я хочу поблагодарить нашего посла Джона Байлэй за ту работу, которую он проделал здесь в Москве. И я хочу поблагодарить также все организации, которые помогли нам собраться здесь. Американскую торговую палату в Москве, Деловой совет Россия-Америка и многие другие организации. Все вы действительно принимаете участие в торгово-экономических отношениях между нашими странами. Более двухсот лет назад между нами установились дипломатические отношения, но перед тем, как мы обменялись послами, мы обменивались товарами, в частности, на Аляске. И мы, в общем-то, получили хорошую цену за Аляску. И даже во время долгой, холодной войны торговля продолжалась. Американское зерно, российское сырье, и в последние годы российская и американская торговля резко пошла вверх. Я хочу поблагодарить вас всех за ваши замечательные идеи, касающиеся того, как мы можем еще больше углубить эти связи с новыми торгово-экономическими связями, инвестициями и контактами между нашими людьми. Я, кстати, об этом говорил только сегодня утром в российской экономической школе, где учились, где учатся одни из самых талантливых молодых людей в России, которые изучают экономику, бизнес. Что очень важно для будущего России и очень тесно связано с торговлей. И что касается перезагрузки в наших отношениях, я призывал к этому, но это не может быть просто вопросом, касающимся двух президентов. Это должно пойти дальше. Это должно касаться двух наших народов. И тут речь должна идти не только о безопасности, не только о разрушении. Здесь речь также должна идти об общем процветании, о создании рабочих мест, об инновациях, о новых видах продукции. И Америка стремится к тому, чтобы Россия была процветающей страной. Мы хотим, чтобы Россия нам продавала товары и покупала товары у нас. И именно поэтому мы создали Американо-российскую двустороннюю президентскую комиссию для того, чтобы рассмотреть возможности партнерства. И многие из вас здесь являетесь частью этой важной работы. Я хочу вас за это поблагодарить. Хочу даже поблагодарить сопредседателей комиссии за их усилия. И я не сомневаюсь в том, что они отличную работу сделают госпожа Набиулина, господин Локк. И у всех у них замечательная репутация в том, что касается создания рабочих мест и укрепления торгово-экономических отношений и развития научно-технологического секта. И сейчас очень важно, чтобы в глобальной экономике процветание было общим. Например, Россия покупает товары у американских аэрокосмических компаний, и это, разумеется, создает рабочие места. В то же время создаются и в России рабочие места, когда американские компании открывают филиалы в России. Так что важно, чтобы мы все добились прогресса. Очень важно, чтобы не только возможности, но и риски делились между участниками. Так что, когда банкиры в одной стране идут на слишком большой риск, то это, безусловно, отдается эхом в торговом зале Московской биржи. От этого сокращается экономика, закрываются в фабрике, и люди теряют работу и в Северной Америке, и в России. Так что мы взаимозависимы друг от друга. И я уже говорил, что мы достигли прогресса, но подумайте об этом. Торговый оборот между нашими странами – 36 миллиардов долларов. А торговля между... То есть это только 1% нашего торгового оборота со всеми остальными странами мира. Только 1%. И эта цифра практически не изменилась со времен Холодной войны. 36 миллиардов – это примерно равно нашему торговому обороту с Таиландом, где примерно половина населения России. В результате мы могли бы добиться большего. И более того, Россия и Соединенные Штаты являются естественными экономическими партнерами. Потому что речь идет о рынке, на котором примерно 400 миллионов потребителей. В России замечательно хорошо образованные люди, масса природных ресурсов, ученые и так далее. В Америке же большие успехи достигнуты в области капитала, сельского хозяйства, промышленности, науки и так далее. Так что мы хотим, чтобы российские и американские компании делали инвестиции в обеих странах. Так что есть много возможностей для сотрудничества. О некоторых из них уже говорилось. Но для того, чтобы действительно достичь этого лучшего будущего, нам нужно прилагать большие усилия. В частности, нашим правительствам нужно многое сделать. Нам нужно содействовать транспарентности, подотчетности, верховенству права. В этих условиях инвестиции действительно будут облегчены. И я очень рад тому, что сказал президент Минведев о том, что очень важна хорошая правовая система. И она важна, в частности, для экономического роста. И мы, безусловно, должны также работать над снятием проблем, связанных с бюрократией. Вот только что речь шла о том, что за годы миллиарды долларов были потеряны, были пущены на ветер только из-за того, что мы не обновили наши законы. Российско-американское сотрудничество действительно могло бы создать возможности и процветание в целом ряде секторов. От сельского хозяйства до аэрокосмического сектора, в области транспорта, телекоммуникации, чистой промышленности и так далее. Если мы будем работать вместе, наше правительство могли бы содействовать этому сотрудничеству и потом отойти в сторону. И именно это мы и сделаем, потому что в конечном счете именно индивидуальные предприниматели будут заниматься этим делом. И предпринимательство, инновация являются одними из самых мощных сил в истории человечества и в достижении процветания. Они являются важнейшими локомотивами экономического роста в наших странах. И в конечном счете это все будет определять судьбу стран в 21 веке, а не просто соперничество и борьба за естественные ресурсы. Говорят, что есть русская пословица каждому овощу в свое время. И я хотел бы действительно увидеть, чтобы развивалась торговля, развивалась промышленность. Хотелось бы, чтобы вот эти овощи росли и содействовали процветанию наших народов. Спасибо за то, что вы собрались и за то, что ваше мышление идет именно в этом направлении. Спасибо за прогресс. Нам действительно нужно, чтобы экономика росла, чтобы она росла быстрее и более эффективно. Мы это сделаем вместе. Большое спасибо. Спасибо большое. Спасибо.